Акватехника Перед началом выпуска я хотел бы поблагодарить гипермаркет зоотоваров Красный Кролик, расположенный в городе Новосибирске на улице Голущика 2А, за предоставленное оборудование на тест. Ну и кто не знал, Красный Кролик это не только аквариумистика, это полный спектр и большой ассортимент зоотоваров, расположенный в Новосибирске. Есть интернет-магазин, через который доставка работает по городу. Ссылку на интернет-магазин я оставлю в описании этого видео. Заходите, смотрите, выбирайте, возможно что-то себе присмотрите. И данная помпа будет разыграна в группе Красного Кролика ВКонтакте через некоторое время. Ссылку на условия розыгрыша, ну и вообще куда пройти для его принятия я тоже оставлю в описании данного видео. Так, ну а мы давайте уже посмотрим, что за помпа у нас. Торговая марка Нариба, насколько мне известно, но это уже подтверждалось не в одном из видео на том же Ютубе. Это торговая марка Аквалога, всем нам известного. Изготавливается оборудование в Китае, но по заказу именно Аквалога, хотя вот идет как Нариба. Но информация вся на русском языке, для России идет. Здесь штрих-код даже российский. Мне что понравилось-то, что во-первых, вся информация техническая, все поближе сделаю, из чего состоит помпа, узлы. Полностью линейка вся указана на коробочке. Сегодня на обзоре 8-ваттная, которая 750 литров в час. Ну и они идут до 35-ваттных, где больше 2 тонн производительности. И здесь идет описание меры предосторожности. Ну и вообще в целом функционал помпы, как взаимодействовать, как эксплуатировать. Очень понравилось, что здесь есть информация о том, что периодически нужно вытаскивать ротор и промывать его, и крыльчатку промывать, и шахту ротора. И самое главное указано, для чего все это нужно, что это увеличивает срок оборудования, срок работы оборудования. Ну вот раньше я нигде не встречал такой информации. Это очень правильно. Особенно вся эта информация нужна для начинающих любителей, которые первый раз покупают оборудование. Ну и не всегда могут в магазине что-то для себя уточнить. Так что очень хорошо, что все на понятном языке. Не устаю повторять уже предыдущие обзоры от другого производителя. Тоже очень хорошо, что все понятно. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь в комплекте. Коробочку поставим сюда, где-нибудь с краешку. Вот так вот. Ну вот. Про эту трубку расскажу. В процессе. Так, сама помпа. И мешочек с дополнительным навесным оборудованием, скажем так. Кстати, вот трубки правильно кладут. Не помята, не перегнута трубка. Это очень хорошо. Можно сразу же использовать. Может быть, конечно, повезло. Но я перед этим помпу не открывал, ничего не выбирал. Универсальный кронштейн на трех присосках, которые идут в комплекте. Причем здесь очень хорошо, что присоски заводятся в бок сюда. Вот так фиксируются. Сейчас зафиксируем. Вот таким образом. Вот они фиксируются. И если вы потом помпу двигаете вверх-вниз в аквариуме, она не выскакивает. Вот у некоторых вся вот такая система просто вот заходит присоска. К сожалению, здесь, ну, может быть, чем-то это обосновано. Но вот, ну, хотя она здесь и нормально держится. Со временем, со временем, в общем, при таком варианте, если вы двигаете помпу в аквариуме вместе с кронштейном, то могут соскакивать присоски. Когда они вот так зафиксированы в бок, то это такой более надежный вариант. Но, с другой стороны, кронштейн двигать-то не надо. Просто с него надо снимать помпу, обслуживать и вешать обратно. А кронштейн все это время остается на месте. Вот такие три присосочки. И вот сюда, вот в эти пазы, она вот таким образом заходит. Вот. Все, это уже к стенке. Что дальше у нас из интересного? Может быть, не совсем обычного. Два выхода у помпы. Ну, идет, естественно, трубка для подачи воздуха. Для воздуха заборник такой. И, кстати, сразу покажу, пока мы тут... Просто поворачивайте в бок. Из пазов вот из этих, чтобы вот совместить. Вот снимаете. Ось, если осталась здесь, ничего страшного. За крыльчатку вот и вытащили ротор. Помыли ротор-крыльчатку. Шахту ватной палочке промыли. Обратно поставили и закрыли. Делать это нужно, ну, несколько раз в год. Не надо каждый день это делать и для каждую неделю. Но периодически бактериальный налет со всех этих частей нужно смывать. Это на самом деле улучшает работу оборудования. Итак, чего у нас дальше здесь? Идет конус. Стандартный конус. На конус одевается фильтрующий элемент. Сегодня у нас будет, естественно, водные процедуры и практически уже тесты этой помпы. Там даже кое-что будет более интересное, чем тест этой помпы. Но по этой помпе, естественно, будет практика. И, соответственно, фильтрующий элемент вы подбираете уже, исходя из объема аквариума. Ну, исходя из производительности, собственно, под объем аквариума вы и помпу подбираете. И пористость поролона тоже от ваших индивидуальных условий будет зависеть. Я про фильтрующий элемент, про поролон, давным-давно, несколько лет назад записывал видео. Оно есть на канале. Просто посмотрите, он, по-моему, так называется, виды фильтрующих материалов. Так, по сути, помпа собрана. Нам осталось только два момента, про которые я расскажу вам. Трубка вот эта. У китайцев очень часто этой трубкой подается вода на фильтры, которые расположены на аквариуме. Ну, чтобы было понятно, это примерно как у аквариумов джеба, где фильтр расположен в крышке. В него подается вода, она проходит через фильтрующие материалы и сливается в аквариум. Так вот, у них много раз я видел, у нас вот это не распространено было. А там я такое часто встречал, когда просто стоят на ребрах жесткости аквариума вот такие фильтры, как коробки, грубо говоря, с наполнителями, с разными. И туда подается вода. Соответственно, одевается трубка сюда. И выводится, ну, в общем, наверное, вот этой стороной лучше одеть, с ребрышками специальными, для лучшей фиксации. И выводится куда вам нужно. Помпа у вас стоит внутри аквариума, она работает, заходит воздух, который перемешивается с водой, выходит, а часть воды уходит в какой-то фильтр. Вот такие помпы, кстати, можно использовать для старых аквариумов джеба, где уже оригинальную помпу не найти, но по каким-то причинам там может быть. Но вот эту трубку можно запустить в родной джебовский фильтр, который в крышке расположен. И точно так же все будет работать. А помпа будет на присосках, просто на торцевой стенке аквариума стоять. Вариант удобный. Ну, по крайней мере, если не получается найти, то вот это очень хороший вариант. Но зачастую эта трубка остается неиспользованной. Я сразу предупреждаю начинающих любителей, что если вот то, что все, что лежит в коробке, не обязательно сразу использовать. Поэтому вот про трубку рассказал. Если вам не нужно никуда ничего качать, если у вас один аквариум, если вы взяли вот помпу-циркулятор, которая будет вам перемешивать воду, обогащать ее кислородом и механическую фильтрацию заодно производить, то тогда вам трубка эта не нужна, а нужна вот такая заглушка, которую вы просто закрываете и все. И забываете про эту трубку. Заглушка, естественно, вот шла в комплекте. Вот эта вот чудо-штука в виде присоски с такой круглой штучкой, это для того, чтобы фиксировать опять же эту трубку. Вот, соответственно, тоже нам не очень актуально, когда у нас один аквариум. Ну и идет кран регулировки подачи воздуха, которым мы регулируем именно количество воздуха, который заходит в нашу помпу. Так, не буду сильно его одевать. Он одевается сбоку. Или даже надевается лучше. Все, вот таким образом. Я обычно много раз уже, много раз показывал, приматываю вот на эту проволочку, которая всегда идет в комплекте, я приматываю, ну можно и так, но лучше вот так. Я на эту проволочку вот примерно вот таким образом, вот в этом месте сматываю электрический провод и трубку для подачи воздуха. В итоге у вас это все будет выступать над водой, потому что помпу мы ставим таким образом, чтобы голова была полностью под водой, но желательно под урез воды. Вот, то есть где у меня пальцы, там у нас уровень воды. Но голова должна быть под водой, потому что в воде она охлаждается, она не должна торчать из воды. Ну и глубокий, и чем глубже вы ее опустите, естественно, от поверхности, тем сложнее будет заходить в воздуху. Если в тех случаях, когда вам воздух качать не нужно, можете где угодно ее размещать. В общем, в этом случае трубка для подачи воздуха находится у вас над водой, но в то же время она находится внутри аквариума. Если кто не знает, иногда при перебоях с электричеством, когда его то отключат, то включат, вода может, не воздух пойдет сюда в помпу, а может пойти вода, если у вас эта трубка свисает с аквариума и, ну, прям низко висит. Поэтому часть воды может вытечь просто, пока, например, никого нет дома. Поэтому, когда вы фиксируете трубку с электрическим кабелем, и она находится у вас внутри аквариума, даже если вдруг случится страшное, и вместе с потоком воды и в трубку пойдет вода, ну, она будет вытекать прямо в аквариум, и, в принципе, проблем никаких не будет. Придете домой, продуете ее, и дальше пойдет воздух. Так что вот, таким образом выглядит помпа. Дизайн своеобразный, но, вы знаете, я эти помпы использую уже довольно давно, и вот этот внешний вид, он, ну, в принципе, смотрится нормально, что я вам и дальше продемонстрирую. Единственное, хочу сказать про расчет производительности. Здесь у нас указан производительность, ну, то есть, маркировка идет ват, и ваты привязаны к производительности литром в час. Литр в час – это, ну, здесь максимальная заявлена возможность помпы. На самом деле, чем сильнее будет забит, например, фильтр, тем меньше будет производительность. Ну, она не до нуля, конечно, будет, но меньше. Ну, и, конечно же, если вам актуально, чтобы помпа качала воздух, и у вас будет с подачей воздуха работать она, то по воздуху как раз можно очень легко понимать, насколько забит фильтр. Чем меньше воздуха, тем сильнее загрязнен элемент фильтрации, фильтрующий элемент. Ну, и так как раз вы смотрите. Каждую неделю при регулярном еженедельном обслуживании аквариума нам по-хорошему-то фильтр промывать не нужно. Если мы видим, что производительность не упала, что он работает, может быть, вы новый поставили. Он вообще там 2-3 недели может подзабиваться, пока придет время для его обслуживания. Ну, смотрите, как только воздуха прям намного стало меньше подавать помпы, это не значит, что она вышла из строя. Просто снимите фильтрующий элемент при вот следующем же обслуживании, промойте его хорошенько, поставите обратное, увидите, что все дальше работает. Но вообще эта помпа уже спокойно можно использовать на аквариумах от 100 литров. И как раз на примере 100 литрового аквариума я вам работу данной помпы и покажу. Итак, мы продолжаем прямое включение с гипермаркета золотоваров красный кролик. И в одном из выставочных аквариумов как раз установлена такая помпа на 8 ватт, которую мы с вами рассматривали. Аквариум 100 литров, длина у него в районе 80, и, как вы видите, сопло помпы расположено прямо. Я даже здесь его и не заворачивал в сторону заднего стекла, потому что на производительности вполне хватает. Конечно, я думаю, что она, возможно, чуть меньше, чем 750 литров в час. Кстати, хочу отметить, что помпа работает уже более 6 месяцев. Недавно на днях она была обслужена, причем открывалась именно как раз вот шахта ротора, вытаскивался ротора с крыльчаткой. Довольно большой там был налет бактериальный. И вот как раз после обслуживания производительность визуально увеличилась. Я уже потом подумал, надо было, наверное, сначала все это тоже записать, может быть, кому-то интересно будет. Но если интерес есть, посмотреть, что происходит в помпе через несколько месяцев работы, пишите. Возможно, я такое видео потом сделаю. Для барбусов, здесь крупные виды барбусов, лещевидные. Ну, молодые все, лещевидные. Вот филаментоза поменьше, который есть, Денисоне пара штук, Акулик и Лабио несколько штук. Для барбусов такое течение, оно комфортное. Ну, как вы видите, чувствует себя хорошо. Возможно, для какой-то мелочевки, типа мелких золотых рыбок или каких-то гуппи, ну, этих может заболтать. Но тогда, либо нужно будет отвернуть сопло просто к задней стенке, как я показывал. И тогда производительность будет еще меньше, течение будет более спокойное. Так, что еще хотел показать? Давайте я вам сразу покажу воздухозабор, про который я говорил. Ну, вот таким образом я всегда стараюсь делать, чтобы кран вот этот регулирующий воздухозаборный находился внутри аквариума, но над водой. Ну, по причинам, по которым я вам из видео в видео рассказываю. И помпа находится практически по дуре с воды, но здесь может чуть поглубже, потому что аквариум выставочный, имеется в виду, отсюда рыба продается, и вода часто сливается, поэтому уровень немножко может меняться. В целом, уже в завершении выпуска, ну, хочу сказать свое мнение, вот по работе стандартная китайская помпа. Ну, работает и работает, никаких проблем с ней ни разу не возникало. Фильтрующий элемент, кстати, здесь крупнопористый, наверное, даже средний пористый, размерами 20 он высотой, 8 сантиметров он в диаметре. Ну, для вот этого аквариума, ну, и учитывайте, что аквариум в магазине, плотность рыбы повышенная, как ни крути, поэтому объем работы побольше. И здесь обычно стоят крупнопористые, либо среднепористые. Это даже все-таки крупнопористый, по-моему, поролопчатый, издалека не вижу. Ну, в общем, вы все видите хорошо, я надеюсь. Ну, и, как я говорил, рекомендую использовать данную помпу, наверное, от 80 литров до 150. Все индивидуально будет зависеть от того, кого вы содержите. Все, надеюсь, видео окажется для вас полезным. Пишите в своих комментариях, кто имел опыт уже использования помп на РИБА. Не забывайте, что такую же помпу, только новую, Красный Кролик, разыгрывает у себя в группе ВКонтакте. Я ссылки оставлю в описании этого видео. Ну, и актуальные ассортименты, цены будут по ссылке онлайн-магазина. Не могу не показать вам таких классных паку, красивеньких. Это, конечно, уже другая история, но паку замечательный. Красный паку, кстати, здесь стоит на РИБА, уже мощнее. Видите, как расположен сопло уже к стенке задней и поролон здесь 10 на 10. Ну, и РИБА красивенький. Еще потом сниму тоже про них видео. Все, на этом видео закончено. Желаю вам много удачи в наших интересных хобби. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok